Пока я собираю грибы в лесу и не делаю плахбастер по новым мстителям, вы можете узнавать новости, которые касаются любимых вселенных Marvel и DC через приложение Амина. В Амина, комикс-юниверс Marvel и DC вас ждут новости, различные интересные статьи, викторины, обзоры, общения. Ведь Амина служит для того, чтобы объединять людей по интересам. Вы можете посмотреть, чем заняты другие пользователи, заглянуть и поучаствовать в различных чатах, или поделиться тем, что лично вам интересно, создавая свои посты. Кстати, в голосовом чате могут участвовать одновременно до 100 человек. А еще есть функция аватар чата, где вы можете с удовольствием покривляться, а аватары будут повторять вашу мимику. В общем, рекомендую вам приложение Амина, что находится под ссылком в описании. Приветствую, меня зовут Сокол и сегодня у нас обзор премьер. Но поскольку я нахожусь в подобии отпуска в Сибири, здесь у меня была возможность посмотреть всего лишь два фильма. Но, поскольку один из них является аж четвертой частью франшизы, то я подумал, почему бы не сделать выпуск, где я бы вкратце рассказал обо всей франшизе под названием «Судная ночь». Точнее, о моем к ней отношении. В конце выпуска будут планы на ближайшие месяцы, ну, конкретнее про информацию про плахбастер-шоу. Так что, посмотрите, досмотрите. Однако, я хочу начать с картины под названием «Кристофер Робин». Почему я начинаю с этого фильма? Все просто. А об этом в фильме сказать мне есть, ну, наверное, мало, что кроме того, что он невероятно мил, трогателен и забавен, и говорит что-либо еще излишне. Но все же вдамся слегка в подробности. Постараюсь быть кратким. Если кто помнит, был такой фильм «Капитан Крюк». Там Питер Пен в исполнении Робина Уильямса вырос и стал скучным взрослым. С Кристофером Робином произошло то же самое. И так же, как и Питер Пен внезапно сталкивается со своим сказочным прошлым, так и Кристофер Робин внезапно встречает милого медвежонка Винни-Пуха. Сразу скажу, этот фильм является такой же сказкой, как и оригинальная история. К реальности лента не имеет никакого отношения. Здешний Кристофер Робин не имеет ничего общего со своим всамделешным прототипом. Этот фильм скорее игровое продолжение диснеевских мультфильмов о Винни-Пухе и его друзьях. Если же хотите глянуть про то, как Алан Милн создавал свой неподражаемый сборник историй о плюшевом мишке, то гляньте картину «Прощай, Кристофер Робин». Здесь же рассказ совсем о другом. Это история о семье и ценности детства как такового, игр, сказок и прочего. Кристофер Робин забыл, что значит быть ребенком, воспитывая свою дочь достаточно в суровых условиях. Он превратился в того самого ужасля, которого он так боялся в детстве. Винни с друзьями опять появляется в жизни Кристофера Робина, чтобы вновь напомнить ему, что значит быть ребенком, и что в его жизни есть что-то главнее, чем его страшно важная работа. Очень доброе кино, каждая минута которого набита горой трогательностей и прелестностей. Теплая ностальгия разливается по всему телу, а старые друзья, несмотря на то, что изначально кажутся несколько криповыми в трехмерном исполнении, все же согревают сердце своим присутствием на экране. Особенно радует еще и озвучка актеров, которые дублировали тот самый сериал, который мы смотрели по утрам. Особенно узнаваем Хрюня, Ака Пятачок и Кролик. Также охота похвалить работу художников, благодаря которым большой лес вышел таким завораживающим местом. Ну и еще хочу отметить, что Юан МакГрегор со своей волшебной улыбкой как нельзя лучше подходит на роль повзрослевшего Кристофера Робина. Короче, от меня стопроцентное золото. И моя рекомендация. Рекомендую идти всей семьей, ну или со второй половинкой. Эмоциональный подъем после просмотра вам будет обеспечен. Однако от годноты перейдем к Судной ночи. И давайте расставим все точки над И сразу же. Мне не нравится ни один из фильмов, потому что... Ах ты, поезд! Мне не нравится ни один из фильмов, потому что в основе них лежит абсолютно идиотская идея, которая в принципе работать никак не может. Это доказывают сами же фильмы, бесконечно ныряя в сюжетные дыры. Фильмы плохие, но они обогатили поп-культуру, придумав Судную ночь, которая, несмотря на полную недееспособность, нравится некоторым зрителям. Просто как факт, как концепт. Именно поэтому картины этой серии стабильно собирают кассу, а Судная ночь стала объектом пародии даже. Рик и Морти, например, не обошли ее стороной. Однако интересным концептом, без вменяемых обоснований и доказательств работоспособности этой ночи, дело и ограничится. Первый фильм является обыкновенным хоррором про убийц в доме. Ну или возле дома, если точнее. Он абсолютно не страшный, скучный и до одури глупый. Центральный злодей переигрывает. Мотивы охотников сидеть всю ночь в одном доме и вести себя, как кривляющиеся видеоблогеры перед камерой, предельно непонятны. Они же тут просто теряют тупо время. Хотя ведь могут идти и всех убивать, или чем там люди в эту ночь занимаются. Герои же этой картины ведут себя так, будто у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, ну или банальная сообразительность. Фильм ужасен всем, кроме одного. Местами он является очень хорошей комедией. Ненамеренной комедией, конечно же. Вероятно, именно поэтому он стал таким популярным и нехило так отбился в прокате. Серьезно, я не понимаю, почему эта ерунда стала такой финансово успешной. Настолько, что даже сиквел сняли. Он стал масштабнее, вроде как. Дело теперь происходит не в одном доме, а количество действующих персонажей возросло как минимум вдвое. Теперь фильм стал напоминать боевик, а не триллер или ужастик, чем прикидывалась первая лента. И именно в этом фильме появляется идея о зачистке со стороны правительства. Наемники выкашивают бедные слои населения, поскольку отцы-основатели Америки, ну те дебилы, которые считают, что убийство все решают, короче, эти перцы думают, что судная ночь недостаточно эффективна. После чистки оказывается легче распределять ресурсы, да и вообще избавление от низших слоев населения приносит только пользу. Кстати, оригинальное название и переводится как зачистка. Все это, конечно, привносит небольшую долю логики в происходящее. Из-за попытки обосновать судную ночь с точки зрения расчетливого и кровожадного правительства, мне эта лента понравилась намного больше первой. То есть в фильме был хоть какой-то намек на что-то умное, какое-то подобие классовой борьбы виднелось на горизонте, какая-то мысль витала между строк. Но нахрен это, нам же надо сделать средней руки триллерок, чтобы зритель не парился при просмотре. И, конечно, создателям это удалось. Да, картина не была такой скучной, как первая, но она была все же глупой. Да-да. Дебильные персонажи, дебильные диалоги и местами чересчур дебильные перестрелки. Все это прилагалось, конечно же. Фильм мог бы подарить нам что-то небанальное, но вместо этого я увидел примитивное нечто. Про странную возможность, которую похоронили под горой посредственности. Но Судная ночь 2 опять была успешна в финансовом плане. Держите триквел! И похоже, что Халтура стала основополагающей составляющей сюжетов этих лент. Халтура во всем. В сценарии, в актерской игре, в экшене и везде, где только можно. Третий фильм также нырнул в нее с головой. Дешевизна и Халтура торчит из каждого кадра этой ленты. О, ужас, а сколько же здесь сюжетных ляпов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, Судная ночь превратилась в международный аттракцион, когда жаждущие крови со всего мира слетаются в Америку на охоту. Именно в эту ночь будет решаться еще и то, кто будет у руля страны. И будет ли это Судная ночь последней? Такой вот сюжет. И это самая раздражающая часть франшизы. Здесь раздражает буквально все. Нелепые герои во главе с дебилом, который корчит из себя Рэмбо. Отвратительная актерская игра. Сюжетные дыры, провисания, во время которых скука начинает захлестывать. И отсутствие логики в событиях и поступках. Этот фильм настолько бесячий, что досмотреть его до конца для меня стало настоящей проблемой. Все. Все. Слава яйцам эта хрень закончена. Судная ночь упразднена. И это царство Халтура наконец-то финализировано. Но не тут-то было. В этот четверг состоялась премьера, на этот раз приквела. Судная ночь. Начало. А еще на горизонте маячит сериал на эту тему. Однако, что я могу сказать о новом фильме? Имеет ли смысл его вообще обозревать? Ну, конечно. Перед этим было три фильма. Разве вы не знаете, что ожидать от четвертой части? Ну, которая типа приквел. Будет ли там гора глупостей? Да, можете не сомневаться. Будут ли банальности клише сюжетные дыры? Еще как. Будет ли там объяснение того, почему Судная ночь в принципе работает? Нет ни хрена, конечно же. Будет ли там гора безликих героев? Да. За исключением одного чернокожего мужика, которого зовут внезапно Дмитрий. И который стреляет с калашей с двух рук, из картинных пост. Так вот, за исключением него, смотреть там больше не на кого. Будет ли в этом фильме что-то новое? Нет. Картина пользуется всеми наработками предыдущих лент. И даже не пытается привнести что-то свое, что-то свежее. Интересно ли смотреть новую ленту? Мне так не показалось. Местами фильм работает, конечно, как ненамеренная комедия, опять же. Местами как боевик категории B. Но это все, чем может порадовать этот фильм. В остальном он банальный, нелепый, избитый и скучный. Нет ни саспенса, ни идеи, ни сюжетных поворотов, ни сценария, который бы увлекал. Полная параша, если честно. Совершенно бездарный фильм, в котором тащит лишь ранее упомянутый Дмитрий. И то он вытягивает разве что своим нелепым поведением, когда корчит из себя невероятно крутого брутала, который везде расхаживает под аккомпанемент из хип-хопа. Эдакий чернокожий Джон Уик с калашами в обеих руках. Но это все, что я нашел примечательного в новом фильме. Это приквел весьма нелепой, но почему-то очень популярной франшизы, которая в целом и по отдельности получает от меня, пожалуй, какашечную медаль. За исключением разве что второго фильма, которому я дам с натяжкой бронзу. Но кого я обманываю, новая часть все равно окупится. Кому-то просто нравится смотреть подобное. Никого не осуждаю, просто именно эта франшиза мне абсолютно не по душе. Напишите в комментах, что вы видите в этой франшизе хорошего, и почему вы все еще ходите на фильмы серии «Судная ночь». Быть может, я в чем-то не прав, с удовольствием почитаю. Это было мое мнение. Сходите в кино, составьте свое. Теперь и на сущном. В данный момент я типа в отпуске, повторюсь, у моих родителей. В связи с тем, что у меня сейчас ужасный ноутбук, который абсолютно не подходит для монтажа, с плахбастерами пока перерыв. Да и интернет тут не самого лучшего качества. Плахбастер шоу будет в конце сентября, ну либо в начале октября. Зато выпуск будет посвящен «Мстителям» и обзору вообще всех дополнительных материалов к ним. Кроме того, я здесь занят тоже съемками еще одного выпуска плахбастер-шоу с интересной концепцией. Вполне возможно, что я еще выпущу мини-плахбастер до сентября, но это не точно. Поддержите ли вы мини-выпуск? Пишите в комментариях. Но не обнадеживайтесь, вдруг не получится. Вот такие планы на ближайшее время. Надеюсь, что вы не слишком соскучитесь по плахбастерам и большим роликам на моем канале. Пока что будут выходить вот такие вот коротенькие о премьерах и прочих мелочах, которые меня будут интересовать. Думаю, сделать обзоры трейлеров, которые навыходили совсем недавно. Кто за, также пишите в комментариях. Ну все, с вами был Сокол. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok